КОНЕРГОЕ Проживаем мы на Карлолипних ТО-125. Наши жители дома, половина квартир у нас договор с Коммунерго есть, половина договора нет. Получается, у нас едет дом, мы просим стяжку поставить, нас никто заявление не принимает, канализацию не делают, ничего абсолютно не делают, спихивает все на то, что поменялась или власть, или им поздно передали документы, или еще что-то. Дом у нас едет, жить здесь просто невозможно, здесь потолки, все падает на голову. Проводка, пару дней назад горел подъезд, проводка. Они приехали не сразу, как кинулись на аварийный вызов, а кинулись, когда уже в 7-8 часов вечера, то есть это более 12 часов уже прошло. Еще нас обвинили в том, что мы виноваты, что мы даем нагрузку на проводку. Менять никто, естественно, это не хочет. Мы посчитали, нам это очень будет дорого стоить. Канализацию тоже никто не хочет делать. В прошлом году мы делали, мы им заплатили. Они не в трезвом, пьяном виде, нам сделали 2 дня, делали канализацию, делали трубку, от воды меняли ее 2 дня. Машина у них тут стояла, такой как маленькие их нет. То есть все было, видно, что это была Коменерга. Они нам бумажки давали, мы подписывали, то есть что они приходили и делали работы здесь, мы подписывали. У меня чеки все сохранилось по ремонту, то есть что мы им оплатили то, что они нам тут делали. Но в итоге прошел полгода, зима наступила, опять там же самое, то же самое место опять течет. Получается у нас среет стена, ну и там, я не знаю, что там будет. Там с дня на день кирпич, если вывалится, то это вывалится весь дом. Там просто ужас. В общем, я же говорю, и никто, просто никто ничего не хочет делать. Те говорят, идите в Коменерго, там заявления принимать не хотят. При домовой территории мы сами убираем, мы вокруг дома сами все полностью делаем. Потому что вот в прошлом году, когда снег, снега были сильные, у нас ребята выламывали, можно сказать, дверь на улицу, чтобы выйти, потому что замело снегом, а в обед, когда мы начали выходить, выйти невозможно. Коменерго так и не приходили. То есть они не посыпали нам ни дорожки, не убирали снег. Это, ну, сами мы подъездом, домом, сами вокруг дома убирали полностью снег, убирали, как бы посыпали дорожки. Тоже самое весной, летом, там, мы убираем сами бумаги, где какие мы убираем сами. Потому что, ну, они, если и приходят, то так же самое, опять в нетрезвом виде. Их просто весь тут двор видит, работников этих в нетрезвом виде. Ну, на это Коменерго простой ответ. А кто здесь будет работать? Вы приходите, вы работаете. То есть, я говорю, я не хочу платить даже за это. Я могу сама, пусть они мне тогда платят. Я буду сама убирать, ну, трезво и прилично убирать. То есть красить все, все мы делаем. Ремонт в подъезде тоже мы сделали. За свои деньги, как бы, мы скидывались, можно сказать, по приличной сумме, потому что, ну, покрасить, побелить, плюс у нас замазать там трешины, получается, вот такой вот ширины, как бы, то есть сантиметров по 20 разломы идут по дому. Стяжка, это очень дорого. Мы узнавали, да, там материал тоже 8 тысяч гривен. У нас таких денег нету. Мы не можем сами, как бы, дома поставить себе стяжку, потому что... Мы у нас претензии Коминерго, те, что мы вообще, короче, здесь все сами делаем. И дома, и в подъезде сделали ремонт. А у нас, мы как этот самый, пошли в Коминерго, спрашивают, можно сделать ремонт? Они, да, говорят, можно. Ну, аж через год записали нас на очередь. И то, если, говорит, вы предоставите материал. Материал, хорошо. А если мы сделаем сами все, и материал, и будет работа наша? Хорошо, мы перерасчет сделаем. Пошли, сделали перерасчет, они нам взяли 3 гривны. А мы потратили, каждая семья, вот у нас 4 квартиры в подъезде, больше 200 гривен потратили на этот ремонт. Там трещины такие были сумасшедшие. Сами все делали. Нам эти деньги никто не вернет уже. И даже в счет оплаты, конечно, тоже у нас не идет, получается. Сделали ремонт, даже года не прошло, трещины пошли уже. В соседней комнате тоже. Сейчас мы в зале находимся, здесь тоже трещины пошли. Что нам теперь каждый год делать этот ремонт? А все эти материалы и работа, это дорого стоящие очень. Если они думают, что это все 3 гривны стоит, то это, они ошибаются. Если зайти, мы с улицы там тоже заделываем трещины. Все тоже трещины получаются, опять же, возобновляются. Невозможно поставить те же самые пластиковые окна, потому что они их просто-напросто порвет и поломают. Само стекло. Что тут говорили? Горим, проводка негодная, дом лопается, седает. Ничего нам никто не делает. Тругу меняли, сварщик вообще пьяный приехал, что чуть не этот самый, со стула не спалился. Я к тому говорю, что ничего никто не делает. Вот седает у нас дом, трещит этот самый, там уже, я не знаю, скоро и на улицу выпалимся. Я на проводку, кто должен менять? Я на 40 лет не менялась. Как дом построенный, даже не 40, а 50. Но мы ее никогда в жизни никто не менял. Кто именно должен ее менять, если мы горим? Дом аварийный, трещины постоянно, особенно крайние квартиры. Он, Константиновна, вообще, говорит, у него улицу видно сквозь. Если мы сейчас ремонтируемся в стадии ремонта, то все, что было замазано, опять треснуло. То есть все вот подъезд отремонтировали летом, трещина пошла, трещина над дверью. Ну, я не знаю, зачем тогда коммунерга? Просто если мы все сами будем делать, то зачем оно нам нужно? Зачем нам тогда надо государство? Вот, поэтому я же говорю, это, я не знаю, что дальше делать просто. Уже зашли в тупик. Все. Уже зашли в тупик.